Представляю вам первого спикера. Это Александр Беспалов. Саша, я пытаюсь включить твой звук. Да, он здесь. Включи, пожалуйста, звук. Отлично. Добрый день. Александр Беспалов из Санкт-Петербурга. Мы с ним впервые познакомились в Питере в 2017 году на ICO Hyperphone. В тот хайп, это был август 2017 года, развиртуализировались. До этого мы, конечно, знали, что они друг друга. Он крайне опытный человек в крипте, я его знал. Сейчас он немножко ушел в другую сторону. Он был одним из первых ICO-шных товарищей, занимался проектом BeEasy. Он у меня был снят спикером на конференциях в Питере, Москве и в Минске. И сегодня у нас здесь в онлайне. Я зачитаю его регалии. Он партнер фонда прямых инвестиций IR Capital Partners, кофандер и вице-президент профессионального сообщества специалистов по работе с инвесторами Investor Relations Club. И тема его доклада сегодня звучит интригующе. Есть только одно подходящее время для привлечения инвестиций. И время – это сегодня. Вот такой вот инсайт, интрига. Саша, я передаю тебе слово. Поехали. До полчаса времени есть 25 минут выступления и 5 минут вопросы. Поехали. Спасибо большое, Женя. Спасибо большое организаторам, что пригласили выступить. Сразу скажу, что тема сегодняшнего моего выступления не относится к криптовалютам. И в целом, если говорить о моем опыте, то я больше 15 лет занимаюсь инвестиционными проектами, работой с инвесторами, стартапами и тому подобными вопросами. Я сейчас, с вашего позволения, включу презентацию. Так, вроде бы все запустилось. И давайте к теме. Так, сейчас, секунду. Вот так. Итак, почему я сегодня решил так назвать мое выступление? Потому что это ответ на вопрос, когда лучше искать инвестиции на свой проект. На самом деле, никакого подходящего, суперподходящего или еще более суперподходящего времени для этого нет. И делать это нужно тогда, когда вам действительно нужны средства для реализации своего проекта. И проект начинать, как правило, нужно тогда, когда вы этого захотели, а не откладывать до каких-то лучших времен. Я занимаюсь бизнесом уже порядка 20 лет. У меня были десятки своих проектов и в России, и за рубежом, вплоть до африканского континента. И работали в странах СНГ, в Европе и много где. И я могу сказать, что действительно, если ты начинаешь очень долго думать, что здесь кризис, тут как-то неподходящее время, или придумывать какие-то другие причины, я знаю очень много таких псевдопредпринимателей, которые ходят со своей идеей и все выбирают время, когда стартовать. На мой взгляд, стартовать надо сейчас. Вот прямо сейчас закончите просмотр вебинара, или, не знаю, может быть, параллельно ему уже начинаете делать то, что необходимо для того, чтобы стартовать свой проект, если вы его действительно хотите стартовать. Я постараюсь сегодня немножко помочь вам структурировать мысли по поводу того, где искать инвестиции, когда они нужны, с кем, как общаться на эту тему, что вам понадобится для привлечения денег, и не только денег, в свои проекты или в действующие бизнесы. Надеюсь, что мое выступление сегодня, пусть оно будет и краткое, но, по крайней мере, направит ваши мысли в какую-то нужную сторону. И также, как уже сказал Евгений, я готов ответить на дополнительные вопросы уже за рамками сегодняшнего короткого выступления. Пишите в чат, связывайтесь со мной лично, с удовольствием вам буду помогать в ваших начинаниях. Итак, начать я хочу с того, когда как раз не нужны инвестиции. К сожалению, ко мне обращается очень много заявителей, которые говорят, вот, помоги нам найти деньги, но при этом они даже сами до конца не понимают, на что эти деньги нужны, как они их будут тратить, не имеют никакой дорожной карты, куда двигаться, не собрана команда и еще тысячи всяких разных моментов не проработаны, но уже ходят и пытаются общаться с инвесторами. Я считаю, что это в корне неправильно, и без определенной подготовки выходить на общение с инвесторами не нужно. Вы лишь потратите свое время, время инвесторов, достаточно, в общем-то, занятых людей, и, главное, вы можете себе немножко подпортить репутацию таким образом, что с вами потом, когда вы, или если вы даже проработаете свой проект до уровня, тогда с ним уже не стыдно выходить, вы можете просто уже какое-то количество контактов отпугнуть, потому что вы приходите неподготовлены. И это касается не только подготовки презентации, бизнес-планов, финансовых моделей, сбора команды и так далее. Для действующего бизнеса действуют точно такие же принципы. Там есть определенный ряд факторов, на которые будет смотреть инвестор. И, например, один из факторов, который всегда забывают, особенно у нас в стране, это прозрачность процесса. Если ваши процессы не выстроены таким образом, что инвестор может достаточно легко туда войти, получить свою долю или акции, или какой-то формат взаимодействия с вами наладить, и, главное, будет иметь определенные инструменты для контроля, для участия в вашем бизнесе, если этого нет, то вам будет гораздо сложнее, естественно, общаться, и, скорее всего, инвестиции вы не получите. Когда вы не готовы пускать в управление инвестора, когда вы не готовы с ним, в принципе, договариваться, просто хотите получать деньги и все, так тоже, скорее всего, ничего не получите. Когда инвестиции все-таки нужны? Я, вы видите на слайде, я рассматриваю сразу два варианта. Если у вас просто стартап на уровне идеи, либо проработки, либо прохватива, мы рассматриваем два варианта. Это для стартапа и для действующего бизнеса. Там немножко есть разница между тем, каким образом структурировать проект и что нужно от компании для того, чтобы пустить инвестор к себе. И для стартапа главное – это понимание на уровне, скажем так, хорошее понимание рынка, хорошее понимание продукта, своих конкурентов, ориентирование в трендах, которые на рынке действуют, потому что инвестор все эти вопросы вам задаст, им нужно, чтобы вы там были как рыба в воде. Должна быть проработанная дорожная карта, если не бизнес-план до уровня детализации очень подробный, потому что на уровне идеи и только проработки проекта, конечно, у вас может не быть бизнес-плана большого, структурированного, но как минимум дорожная карта, постановка целей и понимание, каким образом вы идете к этим целям, хотя бы крупными мазками, она, конечно же, должна быть. Очень много внимания уделяется команде. И здесь вы должны понимать, с кем вы работаете. То есть эта команда либо должна уже быть, либо вы должны понимать, каким образом вы привлечете необходимых людей. Ну и главное, наверное, тут можно это поставить на первое место, это умение и желание слушать и слышать инвестора. Потому что на моей памяти десятки, если не сотни фаундеров, проектов пытаются спорить с инвесторами, убеждать в своей правоте, вместо того, чтобы просто услышать, что инвестор говорит и отреагировать на его вопросы аргументированно, спокойно и откровенно. Для действующего бизнеса обязательным, я считаю, бизнес-план, финансовая модель, потому что компания уже тогда работающая, есть статистика, есть наработки, есть текущая деятельность. Это все необходимо инвестору будет предоставить. Как я уже сказал, прозрачность процессов и готовность пускать инвестора в управление. Ну и на самом деле тоже, наверное, на первом месте должна стоять готовность компании к переменам, потому что вход инвестора – это всегда некое третье лицо, которое начнет участвовать в принятии решений, каким-то образом влиять на деятельность компаний. Вам необходимо будет подстроиться под это, и компания должна быть к этому готова. Какие бывают инвестиции в целом? Все знают, ну то есть мы их разделим условно с вами на два больших типа. Это финансовые инвестиции и не финансовые. Про не финансовые я расскажу чуть позже. Про финансовые, надо сказать, что их форм, форматах участия инвестора финансами в вашем бизнесе, в вашем стартапе может быть очень много. Я вынес на слайд только некоторые из них, самые, скажем так, известные. И форматов привлечения тоже, соответственно, много. Вы можете получить субсидию от государства – это, в общем-то, тоже некая инвестиция. Могут быть прямые инвестиции в капитал, могут быть различного рода инвестиционные кредиты, либо различные финансовые инструменты, которые позволяют привлечь заемное финансирование, разместив на бирже свои ценные бумаги, например, те же самые облигации. Это все только кажется очень сложным. На самом деле, при помощи финансистов и юристов это прекрасно все структурируется, и в том числе в России все эти инструменты могут работать. И, в общем-то, мы пробовали из перечисленных, например, на этом слайде. Я сталкивался абсолютно со всеми, и действительно, даже в России они работают достаточно хорошо. По не финансовым скажу коротко, но это тоже достаточно важно. Зачастую нашим проектам нужны не деньги в прямом виде, а какие-то дополнительные ресурсы, которых у нас нет. Это могут быть совершенно любые вещи. Если это IT, это могут быть интеллектуальные собственности, это могут быть какая-то экспертиза, это могут быть привлечения партнеров, какие-то услуги, которых вы просто экономите на них деньги. Это могут быть партнеры по продвижению продукта. Соответственно, один из форматов – это не когда вы платите за эти услуги, а когда вы пускаете такого партнера в капитал, он тоже становится одним из партнеров бизнеса именно, и при этом берет на себя определенный ряд функций. Либо вкладывает не финансовые какие-то другие активы, если это строительство, это может быть земля, ну и так далее, и так далее. Почему я на это обращаю внимание? Поскольку действительно очень часто мы пытаемся найти деньги, хотя проще найти конкретный ресурс, которого нам не хватает, и стартовать быстрее. Где искать инвестиции в зависимости от стадии вашего проекта или бизнеса? Есть такая универсальная классификация, Pre-Seed, Seed, Round-A и так далее. Вы это можете увидеть в интернете, но что важно понимать, что в зависимости от степени реализации вашего проекта, от этапа реализации вашего проекта, если говорить от идеи, когда у вас вообще кроме идеи ничего нет, и в лучшем случае презентация, и до той стадии, когда вы уже активно растете, подключаете новые регионы, выпускаете новые продукты. Вот если пройтись по всем этим стадиям, на разных стадиях инвестируют разные типы инвесторов. Почему это важно? Потому что когда у вас только идея, достаточно глупо обращаться, допустим, в банк. Никакой банк никогда не даст вам деньги. У них другие регламенты. Они не работают с людьми на уровне идеи. Ну, просто такого не бывает, потому что не бывает никогда. Не надо совершать такие ошибки. То же самое фонды. Исключение составляют фонды, которые на, допустим, Pre-Seed вкладывают при посевной так называемой стадии. Таких фондов очень мало, и достаточно трудно их искать. В основном все фонды подключаются уже на более поздних стадиях. То же самое касается корпораций. То есть достаточно глупо идти, не знаю, в «Газпром», продавать продукты, если у вас продукта нет еще. У вас есть только идея. С вами там, ну, может быть, поговорят какие-то специальные люди, которые там занимаются инновациями. Но услышаны вы вряд ли будете. И в лучшем случае, опять-таки, вас направят в акселератор при этой корпорации. Что, кстати, очень хорошо. Но даже акселераторы, как правило, стараются на более проработанных стадиях привлекать проекты. Поэтому внимательнее смотрите. В зависимости от того, какая у вас сейчас стадия развития вашего проекта, вашего бизнеса, необходимо обращаться к определенным группам инвесторов. Что необходимо для привлечения инвестиций? Первое, на что обращают всегда абсолютно внимание и фонды, и частные инвесторы, кто куда бы вы ни обратились, это на самого лидера. То есть, если вы фаундер проекта, вы, конечно же, представляете этот проект, являетесь его лицом, и без вас, собственно, ничего не получится. Я сталкивался достаточно часто с командами, которые говорят, ну вот мы там разработали идею, там что-то проработали, а теперь мы наймем какого-то менеджера, который будет этим проектом рулить. На нескольких первых стадиях, то есть, пока проект только стартует, начинает развиваться, это, естественно, нереально. То есть, если у вас нет ярко выраженного лидера, который тянет за собой проект, скорее всего, у вас, скорее всего, ничего не получится, ну и на это как минимум брать отнимание инвесторы, и дальше уже общение не получится, если лидер не может убедить в важности реализации своего проекта. Про команду я уже говорил, то есть, это должно быть необходимое количество специалистов и достаточное для того, чтобы реализовать проект. Продукт непосредственно тот, который актуален и востребованным, востребованным рынком, и сам рынок, который растет, либо, по крайней мере, позволяет туда войти и расти вашей компании, занять определенную долю его. У вас должно быть необходимое количество ресурсов, либо вы должны понимать, каким образом вы будете привлекать эти ресурсы. Ну, про бизнес-план, опять-таки, тут можно долго рассказывать, но определенно должно быть разной степени детализации на разных стадиях. То есть, если у вас идея, как я уже говорил, это может быть там дорожная карта с пояснениями. Если у вас действующий бизнес, то, конечно, это детализированный бизнес-план, как минимум. Презентационные материалы, тоже об этом, наверное, говорить сейчас не стоит долго, но понятно, что бизнес-план сразу читать инвестор не будет, ему нужен некий тизер на одну-две странички, где очень четко написано про ваш проект и ваше предложение инвестору. Ну и, конечно же, прототип, либо, по крайней мере, что-то похожее на него, так называемое MVP, то есть минимальная работоспособная версия вашего продукта, который можно тестировать. Это влияет на привлечение денег очень сильно. Что может повысить ваши шансы на успех? То есть, то, что я озвучил ранее, это необходимо, но недостаточно. Для того, чтобы действительно заинтересовать инвестора, на первое место я бы вынес проактивность лидера, проактивность команды. То есть, если вы просто раскидаете свою заявку по фондам, по инвесторам, будете сидеть ждать, с вероятностью 99,99% ничего не получится, никто не будет за вами бегать, поскольку таких заявителей, как вы, сразу очень много. То есть, ко мне иногда приходят по десятке проектов в день, а если говорить о крупных фондах, я думаю, что это можно там на 100 умножать и не ошибешься. Поэтому вы напоминайте о себе, вы реагируете на вопросы инвесторов, вы, естественно, внимательно относитесь к тому, что написано на сайте, если это фонд или акселератор, или какая-либо структура грантодающая, и максимально активно ведите себя на всех стадиях переговоров и коммуникации с инвестором. Очень важную роль играет личный бренд лидера, и, на мой взгляд, на данный момент вообще нужно переходить в интернет и строить этот бренд свой личный, ассоциировать себя как фаундера, как лидера проекта с проектом, с компанией, не бояться писать о достижениях, о неудачах, в том числе, быть максимально открытым, это очень важно. И сюда же относятся и публикации в СМИ, пиар в интернете, в соцсетях, пиар в оффлайне, на конференциях, выставках и так далее и тому подобное. То есть все, где вы можете свой проект показать, о нем рассказать на абсолютно любой стадии. Даже если это стадия идеи, не бойтесь писать, прорабатывать эту идею в публичном поле. Достаточно неплохо, если вы побеждаете в этих каких-то конкурсах. То есть я на самом деле сам к конкурсам как к таковым отношусь ну вот лично не очень позитивно, потому что я не понимаю, как можно соревноваться в бизнесе, там очень много показателей и не так много объективных каких-то вещей, по которым сравнивать, допустим, на уровне идей. Но какую-то экспертизу вы можете получить и в любом случае для инвестора круто, если вы там напишите, что вы там выиграли городской конкурс стартапов или там конкурс какого-то акселератора или еще там еще чего-то. Это все равно тоже относится к вашей проактивности, к заинтересованности в развитии проекта и к поиску дополнительных ресурсов. И, конечно, очень важно, когда вы имеете с инвесторами или представителями инвесторов дополнительные контакты, общие контакты на личном уровне, когда кто-то может вас лично представить инвестору и сказать, что да, вот Вася, я его рекомендую, действительно, как минимум выслушайте его. Это ваши шансы повышает просто сразу же на порядок, поэтому так называемый нетворкинг стройте и стройте активно. То есть, если вы хотите заинтересовать инвесторов, значит, вы просто обязаны коммуницировать с теми, кто коммуницирует с инвесторами, коммуницировать с инвесторами напрямую, участвовать в различных конференциях, тусовках онлайн, офлайн и постепенно нарабатывать эту базу, но, опять-таки, не для того, чтобы сразу всем все продать, а позиционировать себя как фаундера проекта адекватного, активного, заинтересованного и тогда, в общем-то, есть вероятность, что даже сами к вам будут обращаться по тем вопросам, к которым имеет отношение ваш проект. Что сейчас конкретно можно в условиях нашего кризиса сделать? Хочу остановиться на этом. и обратить ваше внимание, что совершенно не время сидеть и там рефлексировать просто о смысле жизни. Если вы фаундер проекта, вы себе этого позволить не можете. И у вас, по сути, открывается масса возможностей сейчас для того, чтобы проработать те моменты, до которых обычно руки не доходят. Во-первых, еще раз пересмотреть свою бизнес-модель, проверить ее на стрессоустойчивость, на то, каким образом вы можете в кризис себя вести, продумать какие-то дополнительные продукты, направления, которые могут адаптировать ваш бизнес к текущим условиям. Ну, там, в качестве примера рестораны, которые сейчас не могут принимать много посетителей, они активизируют доставку продуктов, кулинарные онлайн-курсы и так далее, и тому подобное. Если вы туристической отраслью занимаетесь, у вас там все встало, значит, тоже вы уходите в онлайн, предлагаете виртуальную реальность путешествия по музеям, там, что-то еще, ну, то есть, придумать дополненную реальность какую-нибудь, игры, связанные с туризмом в онлайне и так далее, и так далее, и так далее. То есть, придумать можно очень много чего. Стоит посмотреть на рынок, вокруг себя, на своих конкурентов. Для кризис любой, это для многих, особенно для тех, у кого есть средства, либо которые, для тех, кто умеет привлекать средства, например, в виде инвестиций, сейчас открывается масса возможностей, то есть, разоряются, например, ваши конкуренты, вы можете купить их активы, базы клиентов, какие-то ресурсы. Это один момент, он такой более агрессивный. Менее агрессивный наиболее позитивный, когда вы объединяетесь с вчерашними конкурентами для того, чтобы совместно реализовывать бизнес. Я, например, целиком и полностью за кооперацию, и посмотрите сейчас внимательно на тех, кто кооперируется и добивается отличных результатов даже в кризис. Такие примеры есть. И так далее, и так далее. То есть, постарайтесь уделить этому внимание. активизировать пиар в интернете я могу порекомендовать активно использовать специальные ресурсы, связанные с возможностью экспертных комментариев СМИ, публикации. Это вот пресс-фитру, дидлайв-медиа, это русскоязычные. Там очень большое количество СМИ, журналистов пишут, нам нужен комментарий по такому-то поводу. Вы откликаетесь и с большой вероятностью, если комментарий адекватен, вас с удовольствием опубликует то или иное СМИ. Причем там уровень СМИ от локальных до Форбса. Там достаточно легко даже малому бизнесу попасть со своими комментариями в Форбс или в Эксперт или тому подобные ресурсы. Все знают, наверное, сервисы публикации VC.ru, Medium, Хабур и даже Яндекс.Дзен. Опять-таки сейчас повод активность свою нарастить и максимальное количество публикаций сделать по тем темам, которые вы развиваете. Это помогает искать инвестиции. То есть вы можете ссылки инвестору давать на свои работы, статьи, кейсы и так далее. Когда они есть, это вас выделяет из массы заявителей очень хорошо и очень сильно. Ну, про блоги тут даже говорить нечего. Переходите в онлайн и, собственно говоря, в том числе и в YouTube участвуйте вот в таких онлайн-конференциях, как сейчас, например, мы участвуем и старайтесь свою экспертность выразить в онлайн-проявлениях в виде вебинаров, в виде статей и того, что вы можете еще делать. Также хочу обратить внимание, что есть бизнес-акселераторы, которые предполагают дистанционное онлайн-участие. Сейчас самое время подать такие заявки, ну и как и на гранты и фонды. То есть фонды, гранты, дающие организации, бизнес-акселераторы не останавливают свою деятельность и только от вас зависит, воспользуйтесь вы сейчас этим или пока там другие спят или бегают от вируса, вы можете это использовать как определенный ресурс. И, конечно же, нетворкинг, тот самый пресловутый ужасный слово нетворкинг, построение взаимоотношений с потенциальными инвесторами, у которых есть свои сообщества, и вы можете в них войти и каким-то образом проявить себя, задать грамотные вопросы и поучаствовать в каких-то дискуссиях. По этому поводу у меня еще один тут слайд как раз. Мы потом, я думаю, презентацию дать тем, кто зарегистрировался и попросит скинем. Здесь я на слайд вынес небольшое количество инвестиционных сообществ, групп, чатов в Telegram просто для примера, который я могу порекомендовать, что там действительно есть живые инвесторы, там действительно есть фаундеры проектов, там есть живые дискуссии и можно в любой из этих частов войти, там все это бесплатно, вы можете там прорекламировать свой проект, ну там есть, естественно, у каждого чата свои правила, поэтому внимательнее, я уже об этом говорил, читайте, и вы можете пообщаться и собрать обратную связь по вашему проекту и, возможно, найти каких-то первых заинтересованных инвесторов. На самом деле таких, конечно, сообществ и в Телеграме и в других каналах, в том же Facebook, ВКонтакте их достаточно много, но Телеграм, например, мне удобнее, поэтому я рекомендую его. Собственно говоря, это, наверное, все пока что, то, что я хотел сказать. Еще раз два слова о себе. Я занимаюсь уже более 15 лет инвестиционными проектами, сейчас я занимаюсь уплотной именно проблематикой инвест релейшнс, так называемой, это взаимодействие с инвесторами на разных уровнях, в том числе и решение спорных вопросов, и поиск инвестиций, и медиация, и так далее, и так далее. Работаю с проектами по привлечению инвестиций, и если вам инвестиции нужны, и вы хотите обратиться к специалисту, который вам поможет, вы можете мне написать любым способом, там, лучше в Телеграм, наверное, и повзаимодействовать со мной в том числе. Собственно, я буду рад ответить на вопросы, если они есть, спасибо большое за внимание. Спасибо, Саша, за интереснейший доклад, вы уже написали, что доклад классный, вопросы в чате пока пишутся, у меня есть несколько вопросов, есть мнение, что работа с инвестором через профессионального посредника, такого, как ты, в роли которого ты сегодня выступаешь, это, ну, как ездить в Москву через Париж, например, прямо идите, как это работать через посредника, как ты обычно отвечаешь на возражения вот подобных скептиков, которые только сам фаундер непосредственно с инвестором вот сам ищи, сам работай. Я полностью разделяю мысль, что только сам фаундер может общаться с инвестором и брать у него деньги, и на самом деле моя работа не заключается в том, чтобы я пошел, договорился, взял деньги и принес фаунду, это не работает, на моей практике такого практически никогда не было, и я не слышал вообще о таком, это невозможно. То есть моя работа это совместная работа с фаундерами, это проработка материалов, это коммуникация с инвесторами. Просто я, обладая большим опытом и базой инвесторов, заинтересованных, я просто знаю, куда идти, с кем общаться, я могу первично пообщаться, снять обратную связь, понять, что конкретно этому инвестору интересно, и вот уже на следующей стадии подключается фаундер, и мы общаемся вместе. То есть я снимаю с фаундера необходимость с нуля фактически прорабатывать весь инвестиционный рынок и пытаться повторить мои 15 лет опыт. То есть ты для него уже провел некоторый отсев, и у него резко сужается воронка с твоей помощью, ты его делаешь таким квалифицированным совискателем. Совершенно верно. И качество этой воронки естественно повышается сразу же. Где лучше открывать счет и регистрировать компанию? Это целиком и полностью зависит от того продукта, который вы делаете, и тех рынков, на которых вы будете работать. Если вы делаете продукт, и у вас там основной рынок Америка, значит не придумывайте каких-нибудь непонятных вещей, идите, регистрируйтесь в США. Там есть масса способов, в том числе для получения виз, открытия компании, безналоговых зон, и так далее, и так далее. На самом деле почти в любой стране есть варианты, каким образом можно это делать. Если у вас основной рынок российский, значит работайте в России, у нас прекрасные возможности для того, чтобы зарегистрироваться здесь, и если грамотно это все сделать, и защитить в том числе свою интеллектуальную собственность можно и здесь. Есть та же самая Беларусь с парком высоких технологий с особоэкономической зоной, есть там Прибалтика, которая достаточно лояльно относится к стартапам, есть офшорные зоны, которые никуда не делись, несмотря на много негатива общего там от банков, от всего. Если вы с грамотным юристом работаете, вы можете использовать и их. Ну и так далее, и так далее. То есть там в зависимости от продукта это уже индивидуально надо смотреть. Нет универсальных юрисдикций, вот что любой проект, идите там, не знаю, в Швейцарию, все будет хорошо. Нет. Такого нет. На моей памяти ты поднимал инвестиции в криптоиндустрии, сейчас ты в обычной фиатной, назовем ее так, а также ты был в Азии, я тебя ловил как-то в Китае, ну и знаешь, что происходит на западе. Вот тебе матрица, матрица 4, 2 на 2, 4, 4, 4, да? Запад, восток, крипто, фиатная. Каждый из четырех элементов этой матрицы объясни, что работает, что нет, где можно ловить, где нельзя ловить. Понял, да, задачу? Да, я абсолютно уверен, что работает все и на нашем опыте работало все. Естественно, что когда ты живешь в России, у тебя менталитет российский, тебе проще всего работать в России и в странах СНГ. Это просто комфортнее, один язык, один менталитет практически у всех, там Беларусь, Украина, ну там условная Грузия, там Казахстан, там и так далее. Тут, конечно, комфортнее с точки зрения того, что люди лучше тебя понимают, хотя тоже есть своя специфика в каждом регионе, даже России. И это тоже надо учитывать. С Азией работать достаточно сложно и абсолютно необходимо, чтобы у вас там был проводник, желательно какой-то именно местный, который будет очень лояльно к вам настроен и будет заводить вас в правильные сообщества, к правильным семьям, в правильные коммуникативные там сообщества и так далее. То есть там тоже можно работать, они достаточно лояльно смотрят на русских и в принципе бизнес готовы делать, но вот эта восточная специфика, она достаточно сложная, если вы никогда с ней не сталкиваетесь. Я на самом деле был не в Китае, а в Южной Корее и в Японии, и еще в Таиланде, еще в нескольких странах. Там везде есть свои нюансы. Мы работали в Африке, например, с не криптовыми, а с фиатными проектами, вплоть до добычи редких металлов. Там замечательно работать, и тоже есть своя специфика очень интересная. Но, кстати, они вот там, где мы работали, в Черной Африке, в Южной, в Зимбабве, там они достаточно европеизированы. С Европой неплохо можно договариваться. США, по-моему, с русскими договариваются прекрасно, у нас менталитет очень похож. То есть вот с Азией, например, сложнее во многом их понять. Но еще раз, работать можно везде, поднимать инвестиции можно везде, и реализовывать проекты тоже можно везде. Я не вижу никаких препятствий вплоть до, не знаю, Ирака, Ирана, Сирии. Вот где опыт? Оптимистично, жизнеотверждающие. Выходят, рискуют и снимают сейфики. Вопрос, практикуется ли привлечение инвестиций по соглашению с АФЭ, ну, как сейф, сейф, сейф безопасный, на просторах СНГ, и где в основном сфокусированы венчурные активы в каких городах? Вопрос понятен тебе? Сафэ, да. Еще раз, это практикуется, практикуется в основном от профессионалов венчурного рынка, то есть это венчурные фонды, это бизнес-акселераторы, которые помогают с финансированием в том числе, и иногда, ну, прям такие продвинутые инвесторы. То есть у нас это не самая распространенная форма, но она на международном уровне котируется нормально. Это просто одна из форм соглашения с инвестором, когда деньги потом конвертируются на определенные даты в акции. Можно почитать в интернете, сейчас не буду на этом останавливаться. Где венчурная активность у нас в России максимальная, это, естественно, Москва, ничего более умного тут не придумаешь, Санкт-Петербург неплохо, и некоторые отдельные регионы типа, например, Казани. Были ли случаи госинвестирования за последние полгода? Вопрос, да, госденьги в качестве инвестиций. Токсичная штука. Ну, что, скажешь? Почему нет? Токсичная она в том случае, если вы потом работаете с этим проектом, с, допустим, американскими инвесторами или выходите на американский рынок, ну, и потом токсичная в кавычках, то есть, если вы грамотно это все делаете, там, развиваете на несколько компаний, в общем, это тоже можно делать. Да, действительно, государственные инвестиции в некоторых странах зарубежных потом не любят. Ну, можно это все структурировать так, чтобы это все было ок. Государственные инвестиции никуда не делись. Тот же Сколково работает и работал. Мы сами только что проводили там большую конференцию в феврале, успели до карантина и на 100 человек как раз по инвестиционной тематике и прекрасно все прошло. Инвестиции государственные есть, никуда не денутся и в условиях кризиса скорее всего государство будет наращивать эти инвестиции, потому что подменяет собой, ну, то есть, доказывает таким образом поддержку бизнесу. И под финал три рекомендации мы будем брать у каждого спикера за 30 секунд. Три рекомендации от Александра Беспалова. Что делать в кризис людям? Будьте активными, будьте оптимистами и позитивными и не останавливайтесь, продолжайте делать то, что вы делаете и делайте это максимально хорошо. Ну что же, прекрасно. Спасибо, Александр Беспалов из Санкт-Петербурга. Фонд прямых инвестиций IR Capital Partners открыл сегодня наш второй день онлайн-марафона. Он есть в чате. Его видеопрезентацию подписавшимся зарегистрированным вы получите. Саша, я благодарю тебя, тебе хорошего дня. Спасибо. Отвращаю тебя. В чате общение продолжаем. И спасибо за участие. Сегодня свяжусь с тобой. Возьму у тебя обратную связь. И кто знает, может быть, мы еще увидимся, если ты аудитории понравишься прям так, 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 что он скажет. Дайте нам еще Беспалова классный и умный. Спасибо. Привет, Петербург. Спасибо. Всего доброго. Ну что,